Почти половина таксистов в Москве оказались иностранцами. Если они не умеют велосипедом управлять, какой им автомобиль? Ля ты крыса! Не знаю, там какой-то имбецил, который вообще не знает ни русского языка, ни правила дорожного движения. Нет, неправда. Не знаю, мне так не показалось. Там вообще сдавать на право, как в Бишкеке, вообще автошколы. Наш эксперимент. Знают ли они ПДД и смогут ли в России сдать на право... В основном на метро? Ну да, в основном метро. Наш эксперимент. Название какой улицы таксист так и не сможет выговорить. Он, оказывается, не учел тот факт, что я должен работать в такси, и интернет мне очень необходим, жизненно необходим. Правда, что у вас тут есть такой таксопарк, где все свои? Приезжаем туда, куда нам уже и не нужно. Хотя, по словам Грека, то, что доехали без происшествий, уже удача. У вас прям какая-то тусовка своя есть? И сдадут ли на права водители иностранцы? Смотрите далее. Могли бы они, имея заграничные права, сдать экзамены в России? Я на такси-то не езжу, если честно. Первый водитель жанат. Начинает движение, глядя в телефон и отпустив руль руками. В Бишкеке и такие же правила в такси? Да, в Бишкеке тоже такие же правила. А в Бишкеке есть в Яндексе? За водителем внимательно наблюдает инструктор. Его вердикт – 9 нарушений за 20 минут. С таким вождением в России этот таксист права бы не получил. Но у него... Азыр, бұл дозуысқа, журналист дозуысқа чалып көрілі. Бұл мене сілешкан болжым баяқта, ватсаптанына перепискам бар. Бөзі чалып, чақырған болжым мені интервью беріп көу, ешо. Таксистер жөнді, қырғыз таксистер жөнді тартау тауыс деп, позитивналь айтқан. Ешқандай негативній немеділі жоқ болжу. Бүрінештен, шекшіп көйгім болжым меніңіздейші. Айбалтанғы дала жүрдейтқо. Интервьюзен көрдік. Машалжанда көрілі. Алло. Алло, здравствуйте, добрый день. Как ваши дела? Нормально, привет. А я посмотрел видео? Ага. И как оно? Ну, блин, там написано 9 нарушений сделал. Во-первых. Амна. Че вы так меня подставили? Да ладно, хорош, все нормально. Ну, там еще вы видео как бы поставили, то, что я там из парковки выезжал и смотрел на карту, куда поехать. Ну, я же там ехал минимум 5 км в час. Ну, да. Вот. Ну, это же не считается нарушением. Ну, то есть, фактически не было же 9 нарушений. Вы просто с этим перегнули немножко. Не, ну, это конкретно сказал автоинструктор. Но конкретно фактов-то не было, то, что я вот, конкретных фактов, то, что я вот проехал на сплошную линию, я ни одну сплошную линию не проезжал. Просто вот это вот обидно. Ну, это вот то, что заметил автоинструктор. Я считаю, что это ничего страшного. Ваша инициатива была, да? Ну, ну, и так, и так. То есть, ну, не то, чтобы моя инициатива. То есть, я же по заданию редакции. По заданию редакции. Ну, да. Это, получается, просто было заказное видео, да, или как? Да почему заказное? Ну, это же работа. Есть задания. Ну, я же вам говорил минусы, конечно, говорил, еще и говорил плюсы. Почему вы об этом промолчали? О том, ну, что я вам рассказывал? Да нет, ну, мы же не могли все обставить. Ну, просто там было такое, ну, негативное видео, да, такое. Сделали из нас фашистов, очень таких плохих людей, которые, там, приезжают специально, чтобы, там, нарушать, чтобы сбивать людей, чтобы попадать в аварии. Ну, таких случаев же единицы. В основном же работают адекватные люди. Ну, в конце мы об этом и сказали. Ну, в конце мы так и сказали, конечно. Ну, такие случаи тоже, как бы, бывают, там, с каршерингами и с другими, как бы, гражданами, ну, такси, да, то есть. Я по-другому представлял, да, наше интервью. Да нет, ну, просто у нас большой был разговор, и, ну, наверное, думали, что много встали. Ну, видите, у нас все так плотно, много пришлось вырезать. Это стандартная история, когда все думают, что вставят много, а в итоге вставляем чуть-чуть. Ну, не читай комментарии, не надо. Это вообще гиблое дело. Мне кажется, не знаю. Лучше не читать. Вот мысль моих видео о том, чтобы вот, то, чтобы не нарушали, то, чтобы аккуратно ездили, то, что, если не хватает, как бы, стажа, чтобы они, ну, как бы, не работали в такси. Я же вам объяснил, то, что я работаю с 2015 года, как бы, ну, в такси, да, то есть, я в Москве год, но я в такси, в Бишкеке, ну, работаю очень давно, и у меня, как бы, опыт есть. Ну, да. Вот. И ты сам, как бы, вот так вот говоришь, а на деле, ну, тебе, как бы, о тебе говорят, то, что ты вот такой вот плохой водитель. Представляете? Какой плохой? Почему? Ну, просто там инструктор говорит, то, что 9 нарушений. Представляете, вот 9 нарушений. Я же вам еще сказал, то, что я учился в автодорожном техникуме, то, что у меня 5 было по ПДД. Я могу, там, с легкостью, как бы, сдать экзамен на права. Я в дальнейшем об этом еще сниму, наверное, видео. Ну, и теперь, как быть, блин, вот с этим видео, как бы. Нет, мы же, просто, не было никаких намеков, мы же, вроде, на позитивной, как бы, ноте пообщались, да, с вами? И у меня не было же никаких таких... Ну, и сейчас я спокойно, как бы, да, ну, то есть... Нет, просто там видео так показали, как будто я какой-то, не знаю, там, какой-то имбецил, который вообще не знает ни русского языка, ни правил дорожного движения. Нет, неправда. Не знаю, мне так не показалось. Нет, просто зрители так, вы зрителям, как бы, так показали, но мы же с вами виделись, мы же с вами общались, и, как бы, более-менее нормально, да, то есть мы друг друга, как бы, понимаем. Но зритель, который увидел меня первый раз, вот в этом ролике, он обо мне подумал, то, что я имбецил какой-то, который не знает ни русского языка, не знает ни правил дорожного движения, и даже не умеет... Русским языком-то что-то не... Мне казалось, что все нормально, ничего особенного там нет. А что люди пишут вообще? Ну, люди пишут то, что почему так, почему ты, как бы, нас опозорил, почему ты, как бы, нарушил права, правила... То, что вот так вот, ну, там, то, что там сказали, то, что я сделал 9 нарушений, то, что я пересек сплошную линию, и такого же не было вообще, не было ни одного нарушения там. Ну, неправда. Неправда? Конечно же были. Ну, были же, ну, такие. Ну, какие? Конечно были. Можете перечислить, пожалуйста? Ну, и сплошные, и... И сплошные были? На 100 проехали. На 100 проехал? Ну, да, там же кадры есть. Кадры есть, да? Ну, да. Сейчас покажу вот так, где это... Сейчас... Ну, есть, в общем. Вот, когда человек на экзамен по вождению, он знает то, что он на экзамене, и он старается не нарушать правила. А когда человеку говорят то, что ты должен, как бы, дать интервью, он готовится к интервью и думает об интервью. Ну, да. А то, что вы придумали шарикоподшипниковой улицей, то, что никто не может произнести с одного раза, да, шарикоподшипниковую улицу. Ну, да, с этим вы и умно сделали. Ну, еще, наверное, нашли таких еще. Да, это прикол. Да, это прикол. Вы, может быть, вы, может быть, мне дадите интервью в следующий раз. Расскажите о таксистах. Что, договоримся в следующий раз? Нет? А о чем я могу рассказать? Ну, расскажите, там, как вы думаете о водителях приезжих, ну, вообще, там, разница между приезжими и местными водителями. Ну, такие случаи из, ну, в такси, которые с вами происходили, такие интересные. Я на такси-то не езжу, если честно. Ну, не знаю, может, два раза в год. В основном на метро? Ну, да, в основном на метро. Поведем эксперимент. Проедем по Москве с таксистами из Киргизии. Под видом второго пассажира посадим профессионального автоинструктора. Проверим, смогли бы они, имея заграничные права, сдать экзамены в России. Радио выключаем, да? Так. Все, выключил радио. Поехали куда-нибудь в район народного ополчения? Да. Хорошо. У Москвы Грязова. Какой адрес? Ну, какая-то, может быть, улица. Ну, что-то можно сказать. Сейчас я посмотрю. Первый водитель жанат. Начинает движение, глядя в телефон и отпустив руль руками. У Москвы Грязова можно сказать. Ну, давайте Маршалу Грязова. Маршалу Грязова 85. 10. Ну, или 12. Или 12, да. Проконец. Что, не вышедший? Тупик. Хорошо. Так. О, какая газелька. А, ну, это рекламная газетка, чтобы... Как тебя зовут, расскажи, откуда ты, давно ли приехал? Так, меня зовут Жанат. Жанат. Я из Кыргызстана. Приехал в прошлом году уже почти год. Вот в Москве работаю таксистом. Как начинал? Большой город. Большой город, да, было тяжело, конечно. Ну, я... У меня был опыт. Я в Бишкеке работал таксистом. И из-за этого, ну, мне... Ну, легко было. Ну, несмотря на это, я, по-моему, где-то месяц, по-моему, ну, было тяжело привыкать к большому городу. Стоп. Ну, чего тебе? А, вот здесь. Слушай, звук, идиот. Что, нет? Звук, это через пушка. Слушай, если что, пушка нормально пишет. Не шуршит, не шуршит. Не, вроде нормально. Иногда просто прям проходит ремень. Не, сделай так, как оно... Как натяжение, естественно. То, что мы забудем. Все, норм. Нормально, да. Просто ниже сделал, чтобы... Так, и что, какие сложности были? Ну, сложности с навигатором, конечно. Вот, смотрите. В Бишкеке, например, там, ну, полтора миллиона, да, жителей. И, ну, сравните Бишкек с Москвой. А тут, ну, около 20, да, даже больше. И, там, ну, почти, там, в 10 раз больше, получается, ну, там, ну, как бы, город. Вот, и, конечно, было тяжело. Так, что сейчас делать там? Тетя? Тут бесплатная парковка вот так вот, неудобная. Стоим тут, не можем выехать. Еле заехали. Ну, зато бесплатная. Ну, зато бесплатная, да. Зато бесплатная. Вот, кстати, парковки. Как к ним привыкали к платным бесплатным штрафам, наверное, собирали первое время? Нет, у меня тут друг был, который здесь три года работает. Он мне, ну, два года, по-моему, да, ну, уже три года. Он мне быстро всему научил, показал, все рассказал, как надо парковаться, то есть, как надо ездить. Я с ним неделю катался, то есть, он меня учил, там, ко всему, вот. И привык уже. Но штраф один есть, да, по платной парковке. К сожалению. Я, получается, заехал на Внуково, мне поставили, ну, на очередь в аэропорту. А там, как бы, нет бесплатной парковки, там, ну, как бы, нужно, как бы, ожидать заказ в платной парковке. Ну, там 40 рублей час стоит. Я нажал оплатить, и как раз в этот момент мне кто-то позвонил, и сбой сети, оказывается, оплата не прошла. И потом, через две недели, приходит штраф на 5 тысяч рублей. Вот надо было с того, кто позвонил, скрести процент в половину. Вот. И все. 5 тысяч. Ну, да. Тяжело с этим в Москве, очень проблемно, вот, с парковками, вот, с этими штрафами, да. До сих пор не могу привыкнуть к этому. Как город, звучит или нет? Где сами живете, в каком районе? Я сам живу в Кимках. Вот. Ну, город изучаю, ну, как бы, сейчас в процессе, получается, изучение города. Навигатор помогает, да? Навигатор помогает, да. Навигатор помогает. Ну, и стараюсь, как бы, запоминать все, смотреть. Смотреть на знаки, смотреть на эти, ну, как бы, вот, сам еще стараюсь, как бы, учить город. У вас очень хороший русский язык изучали в школе, или как это все у вас происходит? Ну, да, мы же все в школе проходим русский язык. Ну, мне просто есть с чем сравнить, но не все же так хорошо говорят, потому что у всех разные школы, учителя, или что? Ну, да, с этим мне повезло, просто у нас в школе, я в кыргызской школе учился, но преподавала по русскому языку директор школы, Рафшапки Кельна. Привет! И так получилось, то, что, ну, те люди, которые даже не ходят на учебу, должны были ходить именно на ее уроки, вот. И, может быть, из-за этого, не знаю. Пригодилось вообще? Пригодилось, да. Ну, в Бишкеке все на русском общаются, ну, там, как бы, так же, как и здесь. То есть, то есть, с языком у меня вообще проблем не было. Здесь тоже, там тоже так же, и здесь тоже так же. Минус, плюс, там, ну, разницы нет. Какие районы знаете лучше, какие хуже? Какие хуже? Вот, северные районы знаю хорошо. Ну, конечно, вот, северные районы. А южные районы плохо знаю. А некоторые районы вообще не хочу даже знать. Не хочу даже знать. Ну, не буду говорить, какие, ну, там, знают. Потому что там вечно пробки, мало заказов, вот. Ну, какое-то интересное дело. Не, не буду говорить. Потом уже точно... А сложно ли было устроиться? Сложно? Нет, ну, относительно, ну, как сказать, из-за того, что у меня был опыт, и, как бы, пришлось просто учить, как бы, город. Вот, то есть, ну, вот эти улицы немножко повторить. Ну, да. Ну, сложно, конечно, но не так... Ну, это помогло то, что вот знание русского, может быть, и, как бы, опыт. Не, просто как это происходит, это... Машину в аренду берешь или таксопарк такой-то? Да, таксопарку, да, нужно ходить, там, пройти, там, собеседование, и они посмотрят твои документы, и потом уже ведут, ну, пускать собеседование на работу. Удалось сразу найти нормальный таксопарк, или там пришлось менять? Как вообще здесь происходит? Или машину приходится менять? Или она одна как? Не, не, машину приходится менять, ну, как сказать... Ну, из-за того, что вот... Так же повторюсь, что из-за того, что у меня здесь был товарищ, мне было, как бы, легко, и он мне помог с этим. И, ну, у него еще были, как бы, знакомые, вот, и он меня устроил, можно сказать так. Устроился по блату, ха-ха-ха. Ну, если можно, это так назвать. Я смотрел ваши видосы. Ага. Там есть комментарии, там вот все, вот, какие-то кирпийские твои друзья, да? Да, невозможно будет туда поехать после вот этого видео. Вот так. Смерим. Ну, пробки тут ужасные. Я, вот, к пробкам до сих пор еще не привык. Ну, большой город, большие дороги, но и большие пробки, соответственно, огромные. Прям невозможно к ним привыкнуть. Ну, уже у меня, как бы, появился уже, получается, к этим, можно сказать, антивирус к пробкам. То есть, я могу, то есть, там, стоять, это, как бы, не нервничать, просто улыбаясь и ждать. Стоять, стоять и все. А раньше было тяжело, конечно. Антивирусы, да, прикольные. По теме. По теме, да. Горячий темп. У вас прям какая-то тусовка своя есть? Смотря... У водителей, кто оттуда, из Мишнека или как? А, ну да. Да, мы стараемся, как бы, там, ну, как сказать, общаться. У нас, там, есть своя группа на WhatsApp, и там, общаемся, там, вот, подсказывать, как бы, тем, кто не знает. Ну, наверное, как бы у всех. Когда ты приехал, тебе помогли, а теперь ты помогаешь. Да, 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 да. То есть, почему я начал, как бы, видео снимать? Потому что мне начали, как бы, звонить, там, спрашивать, как это делается. А я им, как бы, вот так вот, ну, рассказываешь, и, как бы, у некоторых людей же слуховое восприятие не развитое. Они хотят, как бы, визуально, да, все видеть. Я им начал, там, видео, там, снимать, отправлять, вот так вот. И кто-то мне подкинул идею, то, что вот нужно, там, на YouTube угадывать. И вот так вот получилось. Много времени уходит на видосы. Ну, то есть, видос у тебя там 20 минут, по-моему, да, в среднем? Ну, где-то 15 минут. За скольки дней набирается материал на 20 минут? На 20 минут, ну, можно, там, за один день, там, поснимать. Ну, там, на монтаж очень много времени уходит, и все это выкладывает, там, соответствующую, там, какую-то надпись, теги, там, вот, соответствующие, там, сделать. Ну, я не обратил внимания, что-то было, где-то таки. Ну, там, чтобы, там, в поисках, ну, там, ну, там, ну, ютубская тема. А, ну, да, наверное. Хватил вам какие-то? Или, ну, видите? Не, просто снимаю, там, видео, вот, в сфере такси. Ну, для новичков, наверное. Ну, ну, да. Как пассажиры? А, пассажиры, пассажиры очень разные. Пассажиры очень разные. Я удивился к тому, что в Москве очень много людей, и очень много людей из разных точек мира. Я возил, там, из Анголы, там, людей, там, из Южной Америки, там, из Европы, там, из Китая, ну, из Восточной Азии, да, то есть, очень много разных людей здесь, в Москве. У кого-то очень хорошие русские, у кого-то не очень хорошие, то есть, вот так вот. Кто-то очень образованный, кто-то не очень, вот, очень разные люди. Ну, интересно. В Москве очень интересно в этом плане, как бы, работать с людьми и общаться. Вот. Можно, там, на разные темы общаться, и это очень, как бы, интересно и весело. Но большинство пассажиров, то все равно, что это, вот, и молчаливые ребята, да? Да, да, да. Ну, процентов 60-70, да, молчаливые ребята. Ну, некоторые, очень много людей, ну, местных, которые, вот, москвичей, общаемся, и они спрашивают, там, как в Киргизии, там, вот, про меня спрашивают. Вот. И рассказывают, там, о себе, вот. Бывает. Бывает. Ну, в основном, получается, старшее поколение, ну, которые работали в Советском Союзе, они очень многие побывали в Киргизии, на Иссыкуле, там, на юге. И они тоже мне рассказывают, там, интересное, вот, про свою юность, ну, про, вот, былые те года. Вот. Рассказывают, там, спрашивают. Ну, в основном вопрос задает то, что не из Иссыкуля ли я. То есть, те люди, которые там побывали, где именно побывали, они, ну, очень хорошо, ну, это место запоминают, и потом, вот, спрашивают, не оттуда ли я не говорю. То есть туда нужно съездить? Да, 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 да. Я тоже, вот, советую людям, ну, туда съездить, посмотреть, вот. Там развито туристическая вся история, нет? Или такое? Ну, развивается, развивается. Это в процессе, в процессе сейчас, как бы, стараются, как бы, на это, как бы, как сказать, делать, как бы, на это акцент. Ну, молодежь, в основном, ну, как бы, люди стараются, как бы, приглашать туда людей, вот. Вот. Мне вот тоже рассказывали то, что те, которые здесь работают, мигранты, там, коллег туда приглашают на лето, там, в гости, вот, там, на неделю, там, вот так вот. И некоторые вот так вот там побывали. Ну, если даже не именно в Киргизии, то, там, в Таджикистане или в Узбекистане тоже вот так вот, ну, побывали у гостей, у коллег. А вы, получается, переехали в Москву работать водителем, вот, прям в пандемии, да? Нет. Год назад? В прошлом году, в декабре, это после пандемии было. А, это уже более-менее нормально, потом, более-менее, да, нормальная обстановка была. Ну, после пандемии, да. Ну, кризис, получается. А почему решили переехать? Как далось это решение? А, вот, друзья, ну, как бы, пригласили, как бы, сюда, вот, вот, они, ну, то есть, позвали, вот, ну, сюда поработать. И я принял решение, ну, как сказать, ну, это не так, чтобы, там, поехать, там, куда-нибудь, там, в Америку или, там, куда-нибудь, ну, в Европу, да, то есть, ну, люди, более-менее, там, понятные, ну, язык, как бы, понятный, так что, и знакомые были, так что мне было, ну, как бы, не особо сложно. Правда, что у вас тут есть такой, прям, таксопарк, где все свои? Или нет? Или все равно там намешанные? Ну, не знаю, ну, все равно намешанные. Я не знаю, там, таксопарк. Так, всякие конфликтные ситуации бывали с пассажирами? Да, постоянно, да, постоянно бывает, я из-за этого, я стараюсь днем работать, потому что днем более-менее адекватные люди садятся, вот, ну, и днем тоже бывает иногда, вот. Ну, в основном это вечером бывает, ну, пьяные люди немножко, вот, бывают. Ну, стараюсь вот эти конфликты решить, ну, мирно, там, стараюсь вот некоторые, там, на некоторые слова, некоторые эти, не обращать внимания, там, мимо ушей пропустить, и все, ну, то есть, на позиции, ну, на позиции стараюсь это все решить. А что говорят? Ну, ну, всякое бывает, потому что тут, как бы, стандартная ситуация, то, что была другая цена, когда вызывали, ну, то есть, по ценам бывает конфликт. То, что пришлось долго ждать, то, что, там, то, что не к подъезду, там, подъехал, ну, всякие причины бывают. Там, то, что, ну, не знаю даже. Или, вот, не хотят оплатить в конце поездки, такое тоже бывает. За наличку? Да, за наличку. И что делать в такой ситуации? Ну, не знаю, у меня пару раз было то, что просто у людей денег не было, и я, ну, они записали мой номер, ну, просто, и, ну, обещали скинуть, ну, где-то, где-то, вот, треть, как бы, ну, не скидывает. Ну, то есть, наоборот, там, 30% скидывает обратно, а, там, 70% не скидывает. Ну, пару раз звонишь, и потом уже скажешь, ну, вот. Понятно. Ну, когда, вот, сам тоже, как бы, опыт приходит, и стараешься, когда, вот, за наличку, если, ну, пассажир, как бы, ну, такой, немножко неадекватный вначале, как бы, и стараешься, чтобы, там, подстраховать и, как бы, спросить оплату вперед, вот. Как реагирует? Ну, 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 бывают и такие, да, тогда просто приходится, ну, как бы, отказываться от поездки вначале, да, потому что, ну, у меня пару раз было, ну, слава богу, то, что такие пассажиры, ну, не часто мне попадаются, не знаю, просто, везучим, может быть. Какой график получается у вас? График, ну, 5, 2, 6, 1. Не, а вот во сколько вы ходите, там, просыпаетесь на сне, ну, по 12 часов работаю, утром выхожу на работу, и потом до вечера работаю. Без ночной истории, да? Да, без ночной истории, потому что, как бы, в ночь, нет, лучше. Ну, там люди разные, оказывается, некоторым людям, как бы, не нравятся, как бы, пробки, да, и пробки, да, и им нравится, вот, ночью работать. Ну, может быть, у них, там, есть, не знаю, там, черный поезд по карате, там, не знаю, или, там, хорошо молятся, ха-ха-ха, не знаю, ну, я не такой... Без учения. То есть, это так экстремальная история. Да, 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 я, ну, не буду так рисковать. Да. Интересно. Так, сейчас налево, да, и проехать мы до точки, куда-то доехали. Это уже до улицы? Да, уже до улицы. Мы можем там просто ехать, да? Да, вот так. Вот так, без навигатора, какие-то улицы запомнили уже? Да, уже запомнил, да. Ну, там, ну, центральные улицы, и, конечно, ну, центр, вот, там, Садовая, да, то есть, ну, минус-плюс какой, ну, уже знаю. Оказывается, такой человеческий мозг очень такой удивительный, то есть, когда я только приехал в Москву, мне казалось, прям, вот, космос, прям, такой огромный город, а я уже, ну, так, потихоньку уже начинаю привыкать, и такие, вот, сам себе удивляюсь, то, что, вот, прям, знаю некоторые места, некоторые, вот, улицы, перекрестки. Да, ну, у всех же были такие истории, что пропускал какой-нибудь съезд. Да, да, да. Сразу говорю, было 18 минут, а стало 1 час 8 минут. Да, 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 было такое. Давайте расскажем. Вначале, ну, у меня, короче, тут такая тема, то, что, чтобы в такси работать, очень важен скоростной интернет хороший, и у меня был тариф, получается, друг посоветовал, а этот друг, он не таксист, он просто, ну, на стройке работает, он мне посоветовал, ну, он мне купил, помог купить симку. Ну, и он, оказывается, не учел тот факт, то, что я должен работать в такси, и интернет мне очень, как бы, необходим, жизненно необходим. А он, как бы, на стройке работает, ну, он особо не пользуется, как бы, то есть, интернетом, да, то есть, и бац, короче, еду, получается, вышел на работу, нормально еду, и интернет, как бы, пропадает за МКАДом. И не буду говорить, какой это оператор, короче, это вообще ужас. Ну, то есть, вот, я еду, фактически, из-за того, что плохая связь, навигатор, как бы, за мной едет, то есть, вот, и я, как бы, не успеваю, то есть, поворачивая, да, то есть, или слишком рано, то есть, или слишком поздно, вот так вот, получается. И были, да, такие моменты, конфликтные еще были. Мне отказались один раз, я очень, ну, как бы, далеко ехал, по-моему, там, 2-3 часа было, и там, из-за того, что я, там, из-за того, что я немножко, там, не туда свернул, они потом не доплатили какую-то часть оплаты. Тоже наличка была, да? Да, тоже наличка была. То есть, крюк пришлось делать, да, как бы? Да, 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 там, крюк пришлось делать, и, по-моему, где-то на полчаса или где-то на 20, я точно забыл, сколько это времени, ну, как бы, потеряли из-за этого, ну, где-то минут 20 точно потеряли. Печально. Да. Ну, пару раз еще было-то такое, ну, слава богу, в основном, ну, был только такой момент, только один, единственный из 10 случаев, из 10 случаев только один, как бы, отказался, ну, доплачивать. Остальные все 9, ну, как бы, позитивно на это отреагировали, я сказал то, что, ну, как бы, я только учусь, как бы, то есть, я новенький, ну, вот. И, ну, все, как бы, приняли это с пониманием. Поехали, наверное, обратно. Обратно, да? Да, туда же, где мы были. Собственно, сейчас тогда. А, ну, здесь, раз, раз. Как вообще движения другие водители, поток? Движения, поток, ну, как можно сказать, очень, как бы, мне, когда я только приехал, у нас же в Кыргызстане пока еще нету каршерин. Через еще три минуты снова отвлекается на телефон и пропускает съезд. А, ну, надо было туда, да? Что-то я тупо, ну, да. Пропустили съезд. Да, 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 я что-то отвлекся. А, ну, надо было туда, да? Что-то я тупо, ну, да. Пропустили съезд. Ладно. Да, 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 что-то отвлекся. Я еще думаю, вот, вот, факт. Ну, то есть... Не будете платить, да? Не будете платить, да? Ладно, ладно. За свой счет тогда. Хоть что поделать. Ну, кстати, да, вот так вот видишь, не в том ряду, и все, как-то, да, 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 то есть, и бывают такие моменты, то, что еще не пропускают, и приходится просто, чтобы не попасть, ну, там, в неприятности, придется, ну, вот так вот делать, добровольно, добровольно-принучительно, можно сказать, да. О чем я рассказывал? А, вот про водителей. Водители очень разные, есть очень вежливые, есть очень невежливые, вот, я долго привыкал к тому, что здесь не сигналят, у нас любят сигналить, у нас в Кишкеке, вот, не буду говорить там за всю страну, но в Кишкеке конкретно любят сигналить, вот, и... К этому долго привыкал, уже привык, вот, еще, ну, в основном, да, люди разные, конечно, ну, в основном, вот, каршерингов мне сказали, сказали, друзья, сказали, вот, держись далеко от каршерингов, я, ну, как бы, стараюсь до сих пор вот держаться, ну, подальше, от греха подальше, вот, от каршерингов. Ну, когда каршерингов не было, вот, я помню, всем говорили, держись далеко от таксистов, потом появились каршеринг, если держись далеко от каршерингов. Да, 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 вот. Так что, сейчас, сейчас всем говорят, видимо, держись далеко от электросамокатов. Ну, да, да, да. Да. Фиксированная, старик? Да, фиксированная, ну, в основном. А, ну, ты по Яндексу? Да, по Яндексу. По Яндексу. Ну, попробовал там поработать в Ситимобиле еще, в Яндексе. Ну, в Драйвере тоже, ну, поработал. Ну, в основном, да, Яндекс. Кто лидирует сейчас? Ну, не знаю, думаю, Яндекс. Там, наверное, даже очевидно. Говорят, из такси сложно уйти, потому что засасывает. Да. Засасывает. Засасывает. Очень тяжело уйти, конечно. Даже, не знаю, даже не приходится думать. То есть, ну, не знаю, люди-то разные. Ну, в основном же все люди так вот. Куда там, где начали работать, в основном там, туда привыкают работать. Ну, как бы, не хотят выходить из зоны комфорта. Это очень тяжело дается, конечно. Какие плюсы и минусы этой профессии? Плюсы и минусы фикси? Да. Плюсы, конечно, ну, более-менее так, относительно такой свободный график. Потому что ты можешь там, когда захочешь там, выйти на обед. Ну, то есть, вот, ну, тоже как бы себя, ну, должен там контролировать, чтобы тоже заставлять себя работать, чтобы, ну, заработать копейки, да, ну, относительно, вот. А, ну, такие плюсы. Еще плюс то, что, ну, говорят то, что нет начальника, ну, я с этим не соглашусь, потому что каждый пассажир, это твой начальник. Ну, по сути, да, полчаса. Вот. Что еще? Какие плюсы? Ну, плюсы на этом, наверное, заканчиваются. Минусы. Минусы, наверное, ну, здоровье, как бы сидячая работа. Ну, так же, как и в офисе. Приходится, там, по 10, ну, по долгое время там сидеть, вот, в машине, да, и из-за этого, как бы, ну, здоровье портится очень быстро. Еще один минус, это, как бы, ну, мне в основном все говорят, мои знакомые, которые не работают в такси, то, что видят аварии, ну, ДТП, да, с этим, с машинами, и говорят то, что очень опасно работать таксистом, так как, ну, как бы, очень часто, как бы, ну, попадают в аварию таксисты, вот. Ну, и, как бы, мы же в основном за рулем ездим, а те, кто, там, с работы домой, из дома на работу, они же очень мало часов проводят за рулем. Вот. Вероятность меньше? Вероятность меньше, да, соответственно. Вот. Какие еще минусы? Ну, наверное, все, вот. В чем свободное время занимаешься? В свободное время... Монтируешь YouTube? Да. В свободное время, ну, стараюсь, там, заниматься, там, как сказать, полезными делами, можно сказать, тогда, там, спорт, уделяю себе время, там, немножко, там, турник, брусья, там, слава Богу, во всех дворах, ну, есть, там, все вот эти, ну, там, турники, да, то есть, там, повисеть на турниках, вот. А-а-а. Что еще? В свободное время сплю. Я очень ленивый. Наверное, все таксисты ленивые. Любят спать, любят. Не знаю. Я вот недавно шутку, короче, слышал про таксистов. Там было сказано. И, говорит, я очень много людей знаю, которые очень хорошо знают, как управлять страной, но, к сожалению, они все работают водителями такси. Ха-ха-ха. Ну, наверное, вот, вот такие вот люди. Ха-ха-ха. Это про тебя? Да-да-да, конечно, про меня. Ха-ха-ха. Если бы я был бы там президентом, я бы, знаете, как процветала бы страна. Мы бы, наверное, первыми... Так какая страна? Первыми полетели бы, наверное, на Марс. Мы бы уже там жили бы, на Марсе. Ха-ха-ха. Вот. Жаль, что я работаю таксистом. Ха-ха-ха. Ну, это была шутка, это вы решите. Ха-ха-ха. Семья, чего? Как приходится помогать, отправлять деньги или все переехали сюда? А, нет, я еще не семейный человек, мне 27 лет. Это очень поздно. Я знаю то, что мне вот давно уже пора было бы жениться, да, то есть... А у вас это поздно? У нас, да, поздно. Не хочет, да, после моей шутки, да, снимать? Не, я плохо отсоединил аккумулятор, случайно, и... Ну, все нормально. Ну, все спрашиваю. Сейчас, батички, можно? То есть, ты из тех, кому, когда ты звонишь родителям, они спрашивают, ну, когда ты уже женишься? Да, да, да. Да, да. Они уже даже перестали это спрашивать, потому что... Ну, то есть, спрашивают, и с возрастом, как бы, появляется на этот вопрос тоже такой иммунитет появляется на этот вопрос, как бы, антивирус, да, то есть, ты, если вначале, как бы, больно это слышать, потом уже привыкаешь и уже пропускаешь мимо ушей, вот. Ну, думаю, в следующем году, вот, жениться. В следующем? В следующем, да, уже пара. А как это так вот? Это где жили, искать-то? Ну, осенью, короче, нужно жениться. У нас, вот, у хрызов, короче, принято, осенью это свадьбы. Вот, уже начиная с августа до декабря уже, вот, все, как бы, люди женятся, вот. Осень, осень, да. Знаете, почему? Это потому, что то, что урожай собирают, и то, что уже на эти приходят, ну, из пастбищ, ну, вот эти скоты, да, получается, и, как бы, такое вот, благоприятное время для свадеб. Ну, ну. Поляну нормальную можно? Да, 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 поляну можно, там, нормальную накрыть, да, 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 и у всех, как бы, уже дела, как бы, закончились, там, на поле не надо пахать, ну, то есть, вот, и все, как бы, гости могут, там, прийти и спокойно посидеть на твоей свадьбе, потанцевать, сказать за тебя тост, там, пожелать счастья, и, вот, идти, там, с этими, и довольными, с улыбками, наверное, вот. То есть, в планах все-таки жениться, да? Конечно, да, нужно, уже пора жениться, вот, уже, начиная разлагаться, уже 27 лет, уже старый человек, знаете, что дедушка сказал, говорит, 27 лет, 27 у него уже, там, сколько детей было, я не знаю, вот, с дедушкой этот общался недавно, говорит, если, говорит, в этом году, говорит, не женишься, то тогда уже, говорит, придется искать, говорит, уже женщину, там, с ребенком, то есть, разведенную, вот, вот так вот. А как в Москве, вот, найти себе невесту? Найти себе невесту в Москве не знаю, вот, те люди, которые нашли, наверное, знают, я еще не нашел, вот, поэтому не знаю. Ну, наверное, в соцсетях, ну, в Москве все заняты, и, как бы, там, у всех такой жесткий график, вот, все, как бы, приезжают сюда, как бы, на заработки, да, работать, зарабатывать, и, наверное, на такие досуги, там, нету времени, не остается, вот, но нужно находить время, вот, нужно ходить, там, не знаю, встречаться, что-ли, в кино нужно ходить, вот. Потому что время уходит, время. Молодость. Молодость уходит, да, я к всем, вот, молодым обращаюсь, молодым обращаюсь, вот, молодость уходит, и... Удается ли с пассажирками молотать? Ну, особо не получается. Все в себе, да? Да, все в себе. Ну, бывает иногда, но так не особо. Ну, как бы, у нас в такси принято то, что если пассажир, как бы, сам начинает, как бы, общаться, да, разговор, то можешь, как бы, да, с ним общаться, а если, как бы, пассажир, как бы, сам не начинает общаться, то, ну, как бы, нельзя, как бы, начинать разговор, и вот так вот. А в Бишкеке такие же правила в такси? Да, в Бишкеке тоже такие же правила. А в Бишкеке есть в Яндекс? Да, конечно. Там уже давно. То есть ты приехал сюда со своим паролем или на другую симку заводится свой кабинет? Не, уже в этом плане тоже было легко, потому что те таксисты, которые в Бишкеке работали, и их сразу могут на работу взять. Вам повезло, у вас права еще здесь? Да-да-да, котируются. Сложно там вообще сдавать на права? Как в Бишкеке? Автошколы, экзамены? Или вам дарят на день рождения? Нет, ну раньше было так, но я учился сам в автодорожном техникуме. И из-за этого мне было как бы легко, потому что, ну это как бы моя профессия, я как бы должен сдавать. Ну как бы вот сдавали там. Ну я, по-моему, со второго раза сдал. Со второго? Нет, со второго. Да. Да. Там первый раз, по-моему, было две ошибки, и не две ошибки. Я уже забыл. Ну вот там, то есть на одну ошибку было больше допустимого. И из-за этого я провалил экзамен, и второй раз уже подготовился, а через две недели не сдал. Вот. Ну я, у меня по ПТД была пятерка, так что я учился очень. Ага. Часто ли гаишники останавливаются? Эээ, нет. Ну особо, особо не часто. Ну останавливают, ну как бы, как сказать, ну не так. Просто я посмотрю, все время отступят именно таксистов. Таксистов, да, да, да. То есть таксистов стопят, и проверяют документы, и потом, если все в порядке, то отпускают. Там никаких лишних там вопросов не задают. Просто иногда я знаю, что даже водитель может быть не в курсе, или там что-то с документами может быть, там на тачку, но так. Аааа. Техосмотр там не платят. Да, да, да. Может быть там, да, с этим, как бы, могут быть, потому что, ээээ, там, техосмотр может быть уже просроченный, уже просроченный, или там страховка может быть уже просроченная, или, может быть, Просроченные штрафы, да, там, неоплаченные. Вот за это могут там конкретно там уже предъявить, да, то есть. А если как бы проверять, ну, регулярно, там, ну, раз в неделю, там, просто сел там, посмотрел и себе поставил там будильник, уведомление, да, когда у тебя это как бы заканчивается. И заранее нужно сделать, чтобы у тебя таких проблем не было, потому что с этим, да, могут быть неприятности. Тем более Москва огромная, и с точки А в точку Б, там, чтобы добраться, там, уходит, там, час-полтора-две, и из-за какой-то мелочи может уйти, там, целый день, да, пропасть. Да. Нет ли желания переходить на вот эти, как-то, ну, не бизнес-класс, а комфорт? А, ну, есть желание, да, да, да. И есть ли смысл, потому что некоторые говорят, что особо нет. Ну, не знаю, нужно же попробовать, пока не попробуешь, не узнаешь. Люди могут всякое говорить. Нужно попробовать. Потом уже на своем опыте уже, там, убедишься, что стоит или не стоит. Ну, тут же еще, если смотреть, тут еще зависит от, ну, от человеческого фактора, да, то есть, ну, например, один человек, ну, одному, как бы, удобно работать в экономе. Ну, хорошо, ну, хорошо, может, заработать, а другому удобно, например, там, в комфорте или, там, в бизнесе, ну, работать, вот. Ну, кому где понравится, да, или, вот. А, это твоя карточка? Да. QR-коды сейчас видим. QR-коды, да, сейчас без этого штрафа. А куда он приведет? 3000 рублей. Ну, этот. Таксопарк можно написать, там, жалобу, там. А, ну вот, я понял. А, прикольно. Вот и для пассажиров, чтобы... Сейчас мы нарушаем немножко. У знака стоп. Сейчас мы нарушаем немножко. Пропустят или пропустят, посмотри. Все, все, все. У нас пропустят или пропустят, посмотри. Все, 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 пропусти. Добрый день, всем. Вот так можно спасибо говорить. Ну и тебе часто спасибо говорят, наверное, нет? В Москве, наверное, из пяти человек, четыре точно помаркают. По моей статистике. Да. Я ещё как бы сам стараюсь пропускать, когда меня просят. И вот, ну всякое бывает на дороге. Водители должны друг друга как бы поддерживать и понимать. Дорога это не то место, где нужно выёживаться. А где нужно выёживаться? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Деньги или как? Да. Ну, если даже кто-то выёживается, в основном же мы все люди там, не знаю, одинаковые. То есть только такси, если посмотреть, да? Да. И утром как бы не хватает всё равно таксистов. Бывает то, что... Да, 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 да. Бывает то, что там утром приезжаешь там, ну, на заказ, да, и... Жанат признаётся, такое бывает. Он год работает таксистом в Москве, ещё плохо знает город, развязки и съезды. Глиенты жалуются, что им пришлось очень долго ждать, то, что они там опаздывают на работу. А вам коэффициентик? А нам коэффициентен, да. Ну, конечно, это хорошо. Мелкие заказы, да, утром? Утром, да, там, в основном, из дома, там, по метро, вот такие вот заказы утром. Понятно. Ну, сейчас мы тебя выцепили в такое свободное время особо, да? Сейчас мало заказов. Ну, да, сейчас мало заказов. Такое свободное время. Ну, вечером начинается, там, час предок. И утром нет. Ну, как бы, закончится уже. Так, да. Сейчас мы поехали. Так, что еще рассказать? Да, в принципе, какие планы вообще? Планы? Кроме жениться. Кроме жениться, ну, поработать в Москве, там. Вот. Ну, посмотрим. Ну, Москва мне понравилась. Потому что, когда, до того момента, пока, ну, как бы, я сюда не приехал, то, говорили то, что здесь люди очень такие агрессивные, злые. Нет. Здесь люди хорошие. Вот. Что еще? А мне понравилось здесь, в Москве, эти, вот эти, зелень. Там выезжаешь с замка, и там вот эти леса очень красивые. Огромные деревья. Нет. У нас такого нет. У нас же горы кругом. А у нас деревья, ну, не такие большие. Вот. Здесь, как бы, это очень понравилось. Вот. Такие крупные. Да. За водителем внимательно наблюдает инструктор. Его вердикт. 9 нарушений за 20 минут. С таким вождением в России этот таксист права бы не получил. Но у него есть свои. Понятно. Планы, наверное, такие же, как и у всех. Там построить дом, посадить дерево, вырастить, там воспитать семья. Такие же планы, как и у всех. Особо таких планов нету, там, чтобы, там, полететь на Марс, там, покорить, там, не знаю, там, Эверест. Такого, таких планов нету. Планы обычные. Чтобы нагнать время, пару раз пересекает сплошную и не останавливается у знака стоп. Ну, у меня по ПТД была пятерка, так что я учился очень. Ага. Часто ли гаишники останавливают? Эээ... Нет. Ну, особо, особо не часто. Нарушал сплошную линию. Ну, слава богу, это не осевая, не на встречку выезжал. Непользование поворотиков – это грубое нарушение. Чтобы... Сейчас мы нарушаем немножко. Пропустим, пропустим, так посмотрим. Все-все-все, пропустили. Вот, доброе линию. Везде. Вот так можно. Спасибо. Говорите. Так. Я думаю, это древняя привычка, потому что, наверное, даже не... 90% он не пользуется поворотником при перестроении, при любом маневре. Ля ты крыса! Знак стоп тоже грубое нарушение. Друг... Друг... Знак стопron Ay. А evet... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok